Ну а наш выпуск продолжает традиционная рубрика «Колонка главного редактора» в студии Дмитрий Нечаев. Прошедшая неделя была насыщена разного рода событиями, но при этом большинство из них предсказуемо касались политической сферы и пертурбаций в области экономики. Давайте посмотрим, как все это отразилось и на федеральной повестке, и на нашей с вами региональной. Акцентом середины недели стало выступление президента России Владимира Путина. Я бы отметил ту ее часть, которая касалась пятой колонны. В обществе после этого даже заговорили о чистке пятой колонны в России. Так ли это? Ну, давайте обратимся к первоисточнику. Вот что дословно сказал наш президент. Так называемый коллективный Запад и его пятая колонна привыкли мерить все и всех по себе. Они полагают, что все продается и все покупается, и потому думают, что мы надломимся, отступим. Но они плохо знают нашу историю и наш народ. Да, многие страны в мире смирились давно уже с тем, чтобы жить согнув спину и подобострастно принимая все решения своего суверена, заглядывая подобострастно ему в глаза. Владимир Путин также добавил, что Россия никогда не будет в таком жалком и униженном состоянии. Борьба, которую мы ведем, это борьба за наш суверенитет, за будущее нашей страны и наших детей. Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией, сказал Владимир Путин. Что такое эта самая пятая колонна? Это, как известно, группа людей, которые подрывают большую основную группу изнутри, обычно в пользу вражеской группы или нации. Сейчас и в самом деле таковых сравнительно немало в разных стратах нашего общества. Есть люди, которые сегодня активно выступают против политики государства и уезжают из страны. Кто-то устраивает странные эскапады, выскакивая с плакатом в прямом эфире. А кто-то до посинения спорит с друзьями на кухне. Все эти люди разные и каждый из них имеет право в рамках закона выражать свою позицию. Но при этом надо осознавать, что сегодня нужна консолидация общества. И сейчас, если ты не со своей армией, то с чужой. Конечно, масштаб раздутой Западом антирусской истерии поражает. Видно, что десятки миллионов долларов, вкачанные в лживую пропаганду, дали свои негативные плоды. Впрочем, это случилось не сейчас. Это шло давно и по всем направлениям. Начиная от подрывного проникновения в сферы культуры, экономики, политические системы. И вплоть до, как мы теперь знаем, попыток влияния на жителей нашей страны на биологическом уровне. Что уж говорить про назойливое навязывание западных стандартов и моделей жизни. Чего греха таить? Все это въелось во многих из нас. И вот теперь мы видим вселенский вой части нашего общества по покидающим нас точкам фастфуда. Ну как же нам прожить без этих поролоновых булочек с встиснутыми между ними котлетами, больше напоминающими подошву от ботинка? Не знаю, насколько это правильно, вставать в длинную очередь за бургером в российском городе, когда коллективный Запад третирует и унижает у себя наших соотечественников и бойкотирует нашу продукцию. Отдельная драма закрытия соцсетей иностранного происхождения. Ну прям до слез жалко губастых инстаблогерш, заколачивавших миллионы на торговле воздухом. Да, у них, конечно, теперь есть веские причины обидеться на родину. Про интеллигенцию, творческую элиту не говорю. Эта категория исторически в массе своей всегда была против чего-то. Но особое недоумение вызывает поведение нелояльной элиты внутри власти. Чиновники, крупные бизнесмены, многие из них годами, что называется, кормились руки, наживали себе в России капитал, а потом приобретали поместье в Европе. Ну и теперь вот многие пытаются изображать праведный нонконформизм. Впрочем, такие в явном меньшинстве. Теперь еще один важный аспект – экономический. Мы начали о нем говорить в прошлой нашей программе. Напомню, речь шла о нарастании альтернатив главной мировой валюте доллару. И вот этот процесс продолжился. Многие понимают, что в ближайшее время придется принимать экономические решения, связанные с наличным и безналичным рублем, с разделением этих частей национальной платежной системы. Ну, многие не представляют себе, что придется принимать решения, связанные с отвязыванием от курса доллара по целому ряду позиций, чтобы наша экономика могла развиваться. Важнейший момент, и президент также об этом упомянул, что в настоящее время мы оказались не только на трудном отрезке истории, но и во времени возможностей, когда будет происходить основательная перенастройка логистических цепочек, когда откроются тысячи новых возможностей для бизнеса. И на коне, конечно, окажется тот, кто ими грамотно, оперативно и эффективно воспользуется. Сегодня многие даже периферийные предприятия, в том числе и из нашего региона, получили шанс выхода на федеральные рынки. И мы обязательно о них будем рассказывать и поддерживать их. Еще один важный момент. На днях президент расширил полномочия региональной власти. Надо отметить, что у нас в регионе оперативно отреагировали на этот указ, и губернатором Игорем Рудене 17 марта была сформулирована задача в максимально короткие сроки укрепить и повысить экономический потенциал Тверского региона. «Мы должны наладить новые и укрепить действующие логистические связи, дать возможность всем предприятиям осуществить процесс импортозамещения», сказал глава региона. Перед главами муниципалитетов поставлена задача по более тесной и активной работе на местах с инвесторами, которые бы хотели открыть новые или расширить действующие предприятия по производству различной продукции, поступающей в настоящий момент из-за рубежа. Разумеется, эта работа синхронизируется с федеральным центром, который начал активно вводить антикризисные программы. Два пакета законов уже внесли в Государственную Думу. Это расшивая часть проблем с авиацией, с лекарствами, с поддержкой регионов. И сейчас готовится третий пакет законов. На днях в одном из интервью вице-спикер Госдумы Петр Толстой выразил мнение, что если наша исполнительная власть сможет хотя бы на четверку с плюсом продержаться в ближайшие полгода-год, то в стране все будет хорошо. И будет экономический рост, и экономический рассвет. У нас есть для этого все, сказал он. Главное, не ошибиться. От себя добавлю, что для того, чтобы получить обильные плоды, как известно, нужно много потрудиться. Само в руки с неба ничего не упадет. Время дает нам возможности, а наша задача их не упустить. Ну и в завершение. Спецоперация на Украине неуклонно идет и обязательно придет к победному завершению. 18 марта тысячи людей, в том числе и в Тверской области, вышли на митинги в поддержку воссоединения Крыма с Россией. И в поддержку наших воинов, освобождающих Украину от нацистского гнета. Эти события были одновременно и необходимы, и неизбежны. Ведь, как сказал гений мировой литературы, наш выдающийся классик Федор Достоевский, лишь трудом и борьбой достигается самоотбытность и чувство собственного достоинства. Это была колонка главного редактора. Служи был Дмитрий Нечаев. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова